Другой известный учитель из неоиндуистских, точнее из псевдоиндуистских сект, это Раджниш, который сейчас больше известен под именем Ошо. Бхагаван Раджниш. Бхагаван значит Бог, не более, не менее. Раджниш создал свою секту, которая была классической, такой тоталитарной сектой, просто вот со всеми вытекающими последствиями. Он захватил маленький городок в штате Орегон, то есть там стал селить своих последователей, он назывался Антелопа, он переназвал его Раджниш Пуран, там он строил новые дома, была такая стройка всеобщая, его последователи там жили, и Раджниш привлекал безудержной сексуальной свободой. И, собственно, он говорил, что все позволено, и через это он контролировал своих последователей. Главный его лозунг был в том, что «люби себя и делай, что хочешь». Мы помним святоотеческий призыв «люби Бога и делай, что хочешь». Понятно, что когда любишь Бога, то тогда, через любовь Бога, тогда совершаешь поступки совсем иные. Но «люби себя и делай, что хочешь» — это принципиально иной, фактически, сатанинский лозунг, то, к чему призывал Раджниш. У него было большое количество его последователей, которые его боготворили на своих динамичных медитациях, так называемых, они предавались разным непотребствам, а он за этим наблюдал и еще больше таким образом порабощал всех этих людей. Они видели его очень редко. Раз в день он выезжал на своем Роллс-Ройсе. У него было 98 Роллс-Ройсов, он хотел всего приобрести 365 Роллс-Ройсов по одному на каждый день года. И жители Раджниш-Пурама выстраивались по обе стороны дорожки, где он проезжал, и кидали цветы под колеса его Роллс-Ройса. Больше они его не видели, управляли всем его ближайшие помощники, которые пытались захватить власть. Вначале они захватили власть в городе, был небольшой городок, потом они пытались захватить власть в графстве. Были выборы, они пытались провести своих людей в законодательное собрание графства, в котором находился этот городок. Для этого у них не было достаточного количества людей, тогда они собрали бомжей со всей Америки и привезли туда. Потому что по закону человек пробыл там 40 дней, он мог уже принять участие в местных выборах. Они собрали этих бомжей, но все равно людей казалось недостаточно, и тогда они предприняли такую акцию. Они проехали по всем ресторанчикам графства, и там весьма распространены были такие рестораны полусамообслуживания с салатными барами, где посередине стоит салатный бар. Люди могут подходить и сами брать себе салат. И они опрыскали вот эти вот салатные бары микробами ботулизма, бактериями ботулизма, чтобы заразить людей. Действительно, очень многие люди заразились ботулизмом, но все-таки выборы проиграли. Недостаточное количество, то есть у них были какие-то, очевидно, просроченные бактерии или еще что-то, но это вот вскрылось. Все эти бомжи, которых они свезли, оказались тоже ненужными. Часть из них была убита, часть выгнана, и было громкое уголовное дело, в результате которого помощницу Раджниша осудили на длительное тюремное заключение. Самого Раджниша просто, на самом деле, это такая странная американская система. Судебное графство взвесило свои финансовые ресурсы, поняло графство, что предстоит длительный судебный процесс, и поняло, что просто не хватит у графства сил и средств на этот процесс. Поэтому был заключен договор с Раджнишем, что он признает себя виновным в нескольких более мелких преступлениях. Его за это осуждали условно, высылали из Америки, без права когда-либо вернуться. Раджниш выехал из Америки, пытался найти себе место в какой-нибудь стране мира, его никуда не пускали, в конце концов он вернулся в свою родную Индию, и сказал, что распускает свою секту, астануит, жил в своем ашраме, наставил после себя множество книг, которые до сих пор на всех оккультных развалах продаются, и до сих пор пользуются широкой популярностью. Это вот страшные книги о вседозволенности, и о том, что человеку нужно пройти, что греха не существует, человеку нужно испытать все, человеку нужно обожествить себя. Я не знаю другого Бога, кроме человека, говорит Раджниш, но, конечно, в первую очередь Богом он считал себя, но и так, впоследствии остальных. Себя, как я уже сказал, он назвал Ошо, что значит океан. Довольно скоро после того, как он вернулся в Индию, он скончался от СПИДа. Но вот его книги продолжают существовать, секты как таковой Раджнишистов нет, но его идеи, его книги используются целым рядом других сект, поэтому вреда от этого его учения, от его книг не меньше. Видите, дорогие друзья, мы сегодня поговорили о нескольких псевдоиндуистских сектах, они вроде бы внешне разные и отличаются друг от друга, но на самом деле общее у них одно. Они основаны выходцами из Индии, которые не могли что-либо сделать в своей родной Индии, и уехали на Запад, и там, изменяя и подстраивая свои учения под западные вкусы, особенно ввиду движения хиппи, сексуальной революции, рок-музыки и прочее, они создали свои системы, которые приносили им громадные деньги. Так, дорогие друзья, я с вами прощаюсь до следующего раза. Всего вам доброго, до свидания, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok